МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Алексеевич, по традиции нашей программы всегда задавали интерактивный вопрос. Сегодня решили обойтись без него, так как для наших зрителей постарались предоставить побольше объема информации, которую мы хотели бы от вас услышать. Владимир Алексеевич, не будем тогда терять время. 27 января 2016 года в Калужской области было принято постановление об величине прожиточного минимума. Расскажите, в чем изменились цифры и каковы сейчас реальные прожиточные минимумы? Ежеквартально правительством Калужской области принимается постановление об установлении величины прожиточного минимума. 27 января был принят прожиточный минимум за четвертый квартал 2015 год в следующих размерах. То есть на душу населения 8958 рублей, для трудоспособного населения 9639 рублей, для пенсионеров 7482 рубля, для детей в возрасте до 15 лет включительно 8738 рублей. То есть ежеквартально принимается такое постановление и в зависимости от тех цифр, которые приняты на четвертый квартал, зависят многие социальные выплаты. Особенно выплаты для семей, имеющих детей. То есть, например, на душу населения 8958 есть такое понятие «малообеспеченная семья». Что это означает? Это означает, что если сложить все доходы членов семьи и разделить на количество членов семьи, если величина получается меньше 8958 рублей, значит, это «малообеспеченная семья». То в таких случаях, что необходимо сделать? В таких случаях нужно прийти в управление социальной защитой и поинтересоваться, какие социальные выплаты можно дополнительно получить. То есть это ежемесячное детское пособие и, может быть, материальную какую-то помощь социальную. От этой величины также зависит вот сейчас многие... То есть есть постановление администрации города Умниска, что предоставление обедов в школах детям из малообеспеченных семей. То есть те граждане, те дети, которые стоят у нас на учете в управлении социальной защитой населения, они получают справочки о том, что они стоят на учете в управлении социальной защитой населения. С этими справочками они идут в школу и они могут бесплатно питаться в школах обедами. Владимир Васильевич, ну, коль уж затронули тему детского обеспечения, хотел бы поговорить про как раз пособие компенсации семьям с детьми. Ну, с каждым годом в магазинах цены растут, причем это видно на глазах, можно сказать. А как сегодня обстоят дела с увеличением пособий по вот как раз, что касается детей? Я хочу сказать, что есть пособия, которые федеральные, есть пособия областного законодательства, есть и пособия местного законодательства наших решений, принятых городским собранием. Так вот, хочу сказать и довести до сведения жителей нашего города, что с 1 февраля произошла индексация этих пособий, федеральных пособий на 7%. Что это означает? Вот какие это федеральные пособия и компенсации? Единовременные пособия при рождении ребенка. На сегодняшний день это пособия 15 512 рублей 65 копеек. То есть, если в прошлом году где-то было 14 тысяч, то в этом году уже 15 тысяч. Единовременные пособия женщинам, вставших на учет в ранние сроки беременности, 581 рубль 73 копейки. И ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. По уходу за первым ребенком 2908 рублей 62 копейки. По уходу за вторым и последующим детьми 5817 рублей 24 копейки. То есть, это пособия, которые федеральные. И они проиндексированы. Поэтому, когда, например, за единовременным пособием, кто к нам обращается, те родители, которые в настоящее время родили ребенка, но не работают. Оба родителя не работают. Они предоставляют соответствующие документы. Значит, и вот это единовременное пособие по случаю рождения ребенка 15 тысяч получает. Если хотя бы один из родителей работает, то пособие единовременное по случаю рождения ребенка получает один из родителей по месту работы. Да, предоставляет соответствующие документы в бухгалтерию и получает. Есть областные пособия, то есть ежемесячные пособия, например, 200 рублей, пособие на детей одиноких матерей 400 рублей, пособие на детей разыскиваемых родителей 400 рублей, пособие на детей военнослужащих по призыву 600 рублей, пособие на детей инвалидов 2000 рублей, пособие на детей один из родителей, который входящий в состав семьи является инвалидом 400 рублей и пособие на второго и последующих детей в возрасте от полутора до трех лет 4000 рублей. Но это, я еще раз повторяю, что зависит от малообеспеченности, то есть от величины прожиточного минимума. И, значит, есть областной закон, единовременное пособие при рождении второго ребенка, это 12 408 рублей с 1 января 2016 года тоже оно. Значит, дальше есть пособие материнский капитал 50 тысяч рублей, то есть материнский семейный капитал женщины, родившей третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2012 года, то есть 50 тысяч рублей это пособие, оно вот проходит все через управление социальной защитой населения. Также городское пособие при рождении ребенка, ну это как бы чисто такое, оно небольшое пособие, но тем не менее все равно можно его оформить, это 1000 рублей. Поэтому вот такие вот пособия на сегодняшний день существуют и, конечно, вот дальше. И хотелось бы обратить внимание, что с 1 января 2016 года вводится ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание детям второго и третьего года рождения, то есть это 500 рублей в месяц. То есть это совершенно новый закон Калужской области, который вот начал действовать с 1 января, и я хочу обратиться к нашим мамочкам, у которых дети второго и третьего года рождения. Если они, значит, подпадают под этот закон, как можно быстрее к нам обратились в управление социальной защиты для того, чтобы смогли оформить это пособие. Конечно, вот я сейчас хочу сказать, кто имеет, опять же, зависит от величины среднедушевого дохода на члена семьи, то есть если среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Еще хочу раз напомнить, 8958 рублей, то есть каждый должен сейчас уметь считать. Если, например, меньше 8958 рублей, значит, в управление соцзащиты приходите. Телефон для справок можете тоже себе записать 60143, будем вас консультировать. Владимир Алексеевич, ну в конце программы-то мы еще раз повторим, конечно же, этот номер телефона. Ну и все-таки, перейдя, вот рассказали о трех, так скажем, китах, на которых держатся социальные пособия. Это федеральные, областные и муниципальные. Да. Ну вот, в частности, хотелось спросить про муниципальные. Люди, ну вот как начальника управления, приходят люди или с жалобами, то есть хватает ли этих пособий или нет? Есть такие или нет? Ну есть, нет. Смысл-то в чем? Наша задача, как можно побольше охватить этих людей и объяснить законодательство. Почему я у вас и сегодня на телевидении? Потому что многие, по крайней мере, не знают нашего законодательства и, может быть, даже не до конца осознают, что им положено это. Но многие что-то не получают. Конечно, многие, может быть, и не получают из-за того, что они не знают, что существуют такие вот пособия. Поэтому вот и обращаюсь ко всем, чтобы приходили в управление соцзащитой. Хотя жалоб, как таковых, нет у нас. Мы стараемся как можно грамотно. Специалисты работают в управлении очень грамотные, высококвалифицированные. Уже много-много лет. Поэтому стараемся все объяснить для того, чтобы эти пособия получали. Конечно, приходится некоторыми отказывать. Потому что при расчете величины среднедушевого дохода у некоторых, конечно, превышают прожиточный минимум. Поэтому приходится отказывать. Спасибо. Владимир Алексеевич, у меня к вам следующий вопрос. В конце 2015 года во многих СМИ прошла информация о молочных кухнях. Там прекратили выдачу продуктов, которые выдавали ранее на детей. Расскажите, в чем сейчас состоят плюсы, минусы, то есть новшества введения. Я уже упоминал, что вышел новый закон Калужской области об установлении ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание. Да, раньше были законы, такие пособия, которые проходили через управление социальной защитой. Это на питание беременной женщине, значит, 800 рублей, ставшие в ранние сроки беременности, то есть 12 недель. Сейчас этого закона, закон этот с 1 января 2016 года прекратил свое действие. Также было пособие, когда ребенок уже родился, было пособие на грудное скармливание. То есть это тоже ввели новый закон, закон на компенсацию по питанию для детей 2-3 года рождения, то есть 500 рублей. Но для этого что необходимо? Обратиться в управление социальной защиты населения, узнать, какие собрать необходимые документы и прийти написать заявление, что вы нуждаетесь в этом пособии. Конечно, на сегодняшний день к нам обратилось не так уж много этих мам. Видимо, почему? Потому что, может быть, есть какие-то законы, есть определенные ограничения. В каком плане? Первое, это то, что должна быть семья малообеспеченной в зависимости от среднедушевого дохода. Если ребенок не зачислен в дошкольную образовательную организацию, то есть детский садик, если ребенок не находится на полном государственном обеспечении, если ребенок-инвалид не получает специализированные продукты лечебного питания. То есть вот эти уже, значит, они могут к нам, значит, обращаться за этим пособием. Но я не буду сейчас перечислять, какие документы. Единственное, что относится к специализированным продуктам питания. Вот есть специальное постановление Министерства здравоохранения Калужской области. Значит, первое, что относится, это жидкие кисломолочные продукты, в том числе с фруктовыми или овощными компонентами для детей старше 8 месяцев, расфасованные и упакованные в герметичную мелкоштучную упаковку объемом не более 0,25 литра. Питьевые йогурты, био-йогурты, биокефир, кефир, ацидофилин, биолакт, простокваша, ряженка, смесь кисломолочная. И второе, это пастообразные кисломолочные продукты детского питания, в том числе с фруктовыми или овощными компонентами для детей старше 6 месяцев, расфасованные и упакованные в герметичную мелкоштучную упаковку весом не более 0,1 кг. Творог и продукты на его основе. То есть, что нужно для того, чтобы мы выплатили 500 рублей? Это вот мамочка покупает эти продукты, чеки предоставляет в управление социальной защитой населения, и в соответствии с потраченными деньгами мы, естественно, вот эту компенсацию в пределах 500 рублей выплачиваем. Поэтому наша задача на сегодняшний день, чтобы как можно больше мамочек узнали об этом, как можно быстрее обратились в управление соцзащиты. Мы заинтересованы в том, чтобы действительно все получали хоть и не большую компенсацию 500 рублей, но все-таки ее получали. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы нас слышите в прямом эфире, поэтому обращайтесь, пожалуйста, в органы социальной защиты, вам обязательно помогут. Для вновь присоединившись, напоминаю, что в прямом эфире телеканал «Обнист-ТВ» программа «Власть». Сегодня в гостях программа начальника управления социальной защиты населения администрации города Обниск Владимир Алексеевич Жарский. И свои вопросы вы можете присылать электронно на адрес телекомпании www.obnestv.ru, а также оставлять свои комментарии в прямом эфире по телефону горячей линии 44-332. Опять же, вернемся к нашим с вами заготовленным уже вопросам на сегодня. Ну, тему детей мы считаем, что достаточно раскрыли с вами сегодня. Хотел бы перейти о, поговорить о ветеранах. 37-й областной закон 24 декабря 2015 года говорит о компенсации расходов по оплате за жилое помещение для ветеранов. Владимир Алексеевич, расскажите о нем подробнее. Что это за закон? Значит, ну, наши ветераны труда получают компенсации по оплате за жилье и коммунальные услуги. То есть, в чем заключается? 50% от оплаты за жилое помещение в пределах социальной нормы площади жилого помещения, установленных в соответствии с законодательством. И второе, это компенсация расходов в размере 50% от оплаты за коммунальные услуги в пределах норматива потребления, установленных в соответствии с законодательством. Компенсация расходов на оплату за отопление, теплоснабжение предоставляется с учетом социальной нормы площади жилого помещения. Что такое на сегодняшний день социальная норма? Чтобы все знали. Социальная норма площади жилого помещения составляет для одиноко проживающих это 33 квадратных метра, для двух зарегистрированных человек 21 квадратный метр на человека и для трех и более 18 квадратных метров на человека. В чем отличие предыдущего закона от сегодняшнего? То, что если раньше компенсация на оплату за жилье предоставлялась ветерану и членам его семьи, то с 1 января 2016 года компенсация расходов по оплате за жилое помещение будет предоставляться только для самого ветерана. То есть члены семьи как бы исключаются и не считаются уже. Это я имею в виду на содержание жилья, чтобы все это понимали. Вот это новшество, которое введено. Но видите, в принципе, конечно, законодательство наше уже ужесточается. Естественно, уже ветераны, которые будут получать меньше компенсацию только на себя, но не на членов семьи. Владимир Алексеевич, предупреждал Вас заранее о том, что будут у нас вопросы от наших телезрителей. У нас есть электронный вопрос. Здесь пишут, подскажите, пожалуйста, как получить статус ветерана труда. Это, конечно, замечательный вопрос. Да, это очень вопрос. Мы практически каждый месяц, у нас в управлении социальной защиты порядка 40 человек устанавливают статус ветерана труда. Ветерана труда Российской Федерации есть ветеран труда Калужской области. То есть, для того, чтобы получить звание ветерана труда, необходимо иметь государственную награду или награду Калужской области. И стаж, общий стаж для мужчин 25 лет, для женщин 20 лет. Трудовой деятельности. Трудовой деятельности. По закону Калужской области необходимо для мужчин 40 лет стаж и для женщин 35 лет стаж и при условии выхода на пенсию. То есть, поэтому, если кто еще не успел оформить звание, то есть, и получить удостоверение, дающее право на льготы ветерану труда, необходимо чуть-чуть поторопиться. А почему? Почему? Потому что принята новая поправка в закон о ветеранах, который, опять же, ужесточает присвоение этого звания ветерана труда. В чем ужесточение? Что кроме того, что необходимо иметь государственную награду и стаж для мужчин 25 лет, для женщин 20 лет, необходимо еще иметь и стаж работы 15 лет в этой отрасли. То есть, это что означает? Если я, например, педагог получил награду, то я должен как педагог иметь стаж 15 лет. Потому что вот сейчас... Подождите, а если нет такого стажа, то что это аннулируется? Если нет стажа, если нет стажа, а именно 15 лет в данной отрасли работы, то, естественно... Запись такая аннулируется. Да, то есть, такое удостоверение уже получить более сложнее. Поэтому вот сейчас попроще. Попроще в том плане, что человек получил государственную награду, но, например, может и не работать в этой отрасли 15 лет. Имея уже эту государственную награду, правительственную награду, то есть это или почетные грамоты, или благодарственные благодарности министерств за подписью министра или замминистра. И, значит, они могут оформить это, подать документы на присвоение звания ветеран труда и получить удостоверение. Поэтому до 1 июля все, кто имеет награды, но не проработавшие в данной отрасли 15 лет, поспешите за оформлением этого звания. Спасибо, Владимир Алексеевич. Ну и перейдем к насущным проблемам ЖКУ. Появился новый порядок выплаты льгот как раз-таки в сфере ЖКУ. Да, у нас сейчас много раздается звонков в Управление социальной защиты населения. Почему не получили люди еще компенсации по оплате за жилье и коммунальные услуги? Да, чуть-чуть поменялся порядок предоставления этих компенсаций. Ну, то есть, мы, конечно, объясняли всем, и сейчас я, как бы, тоже пытаюсь донести информацию до жителей нашего города в том плане, что, значит, вот пример. Мы с вами получили квитанции по оплате за жилье и коммунальные услуги в декабре. Значит, в течение января мы с вами оплатили эти платежи. В течение февраля месяца управляющая компания нам передает информацию о том, что вы фактически эти платежи осуществили. И в конце февраля мы вам перечисляем компенсацию за декабрь месяц. То есть, вот на сегодняшний день выплата денежной компенсации за декабрь 2015 года будет произведена в конце февраля 2016 года. После получения вот этих сведений о том, что вы фактически, вы фактически оплатили эти платежи. Спасибо, Владимир Алексеевич. В рамке нашей программы ограничены. Я постараюсь охватить наиболее важные вопросы, оставшиеся в конце эфира. 26 января 2016 года Обнинским городском собрании было принято решение, что касается социальных выплат. Расскажите, пожалуйста, Аня, какие были решения выполнены? Значит, у нас были решения городского собрания. Они, опять же, чуть-чуть упорядочены. Первое – это об установлении едновременной социальной выплаты в связи с юбилейными датами. Еще раз хочу обратиться к жителям нашего города. Эта социальная выплата, она осталась на 2016 год. Повторяю, на 2016 год. Поскольку бюджет принимается на один год, то и выплата это на один год. Мало того, сроки установлены, выплаты ограничены. То есть, с момента вы можете получить эту выплату в течение только трех месяцев. Вот вам исполнилось, значит, юбилей. Например, сегодня юбилей исполнился. Вы в течение только трех месяцев можете получить эту социальную выплату. Прийти в Управление социальной защиты населения, написать заявление. Потому что, опять же, внесена поправка в этот закон, что эта выплата носит заявительный характер. Мы, конечно, стараемся донести информацию до наших жителей, что есть такая выплата. Но иногда встречаешься по жизни с теми, кто приходит. А я не знал, что такая выплата есть. И в 2014 году у меня был юбилей. А сегодня уже 2016 год. Поэтому, естественно, здесь все более четко, более в этом решении городского собрания, более четко все это прописано. Владимир Алексеевич, и остальные? Я попрошу вас просто их перечислить, потому как время передачи ограничено. Значит, решение об оказании адресной социальной помощи малоимущим гражданам. И я хочу, то есть, социальная помощь оказывается в денежной форме и в натуральном виде. Мне хочется вот с экрана сегодняшнего поблагодарить и наших спонсоров, как говорится, которые оказывают в натуральном виде помощь. Это наш экобазар, который выделяет каждый месяц по 300 литров молока и пользуется большущим спросом. Молоко просто замечательно. И наш хлебокомбинат, который выделяет талоны ежемесячно по 10 тысяч. Мы раздаем талоны малообеспеченным гражданам на получение. И что касается еще одного положения, о порядке выплаты денежной компенсации за приобретение средств контроля уровня сахара и крови. То есть, это касается детей, которые болеют сахарным диабетом. У нас их не так уж и много, но тем не менее, они имеют право при покупке вот этих средств в управление соцзащиты прийти и познакомиться, во-первых, с самим положением и получить компенсацию. Валерий Алексеевич, и еще раз повторите, пожалуйста, телефон для обращения, для справок для наших телезрителей. Что касается, значит, для справок 601-43, это касается выплат детских пособий. Вот, мой телефон 679-41, пожалуйста, я к вашим услугам. Спасибо огромное. Уважаемые телезрители, в прямом эфире телеканала «Обнинс ТВ» была программа «Власть». С вами, как всегда, был и ведущий Иван Фролов. Гость сегодня нашей программы – это начальник управления социальной защиты города Обнинска Владимир Алексеевич Жарский. Владимир Алексеевич, спасибо огромное, чтобы нашли время уделить для нашей передачи, а также разъяснить по новым некоторым моментам и положениям, которые, в общем-то, присущи нашему законодательству. Спасибо, что пригласили. Приглашайте. Дальше буду служить народу. С удовольствием. Всего доброго, уважаемые телезрители. Увидимся с вами каждый вторник и четверг, в 18.30 по Москве. Смотрите нас. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!